Жители Москвы выстраиваются в длинные очереди к банкоматам. Люди встревожены финансовой неопределённостью, вызванной санкциями Запада против России. Многие боятся, что скоро будет невозможно снять наличные. «У нас нет такой уверенности, но и в обратном тоже мы не можем быть уверены. Такое уже было, и люди не доверяют именно поэтому такая очередь». Российская валюта обесценивается быстрыми темпами. Курс доллара США превышает 100 рублей, а евро стоит больше 110 рублей. В магазинах уже растут цены на товары. «Плохо, определённо. Всем будет грустно. Всё дорожает, не нравится. Я думаю, очень хорошо подумать с всем сторонам. Принять наконец какое-то решение, которое всех устроит, закончить эту войну. Мы надеемся, что всё скоро закончится». Многие зарубежные компании прекращают сотрудничество с Россией. С рынка уходят нефтегазовые концерны Shell и BP, автопроизводители Daimler Truck и Ford. Приостановили поставки автомобилей компании Audi и General Motors. Также поступили производители электроники Dell и производители процессоров Intel и AMD. Клиенты российских банков, попавших под санкции, больше не могут пользоваться Apple Pay и Google Pay. Звук новости. В solvedе. б Projektем оказали сотрудничество с73 и профессиональной работы